Всем привет! Обычно люди после того, как батарейки отработали свой срок, их выбрасывают. Но химики могут найти в них много интересного. Поэтому, пожалуй, мы сегодня и займемся их разборкой. У меня есть два вида батареек. Одна обычная солевая, вторая алкалиновая. Одна из двух батарейок у меня, к сожалению, новая, старая, потому что не нашлось, а показать все-таки хочется. Но из нее можно достать больше полезных веществ. И начнем, пожалуй, с нее. Для ее разборки нам понадобятся любые инструменты. Это кусачки, плоскогубцы, даже секатор. В общем, что вы можете найти. Это не принципиально. Для начала нам нужно снять верхнюю защитную пленку. Для этого подойдут, в принципе, кусачки. Так, это даже не пленка здесь, а металлический корпус такой, железный, судя по всему. Да, нам понадобится еще магнитик, чтобы проверять, магнитится ли металлы. Если магнитится, соответственно, это железо. Это будет обычный корпус. Один электрод и второй. Внутри есть цинковый стаканчик. Он магнититься не должен. Итак, разбираем нашу батарейку. Медленно, но верно. Итак, металлический корпус мы сняли. Он у нас железный. Далее у нас идет защитная пленочка. Она никакого интереса из себя не представляет. И здесь у нас, видите, уже не магнитится. То есть это у нас цинковый стаканчик. Он-то нам и пригодится. Далее нам нужно снять положительный полюс. Эта часть у нас тоже железная. В принципе, ее тоже можно куда-то приспособить, а именно растворить в какой-нибудь серной кислоте и получить тот же сульфат железа. Далее, что у нас здесь? У нас здесь есть угольный электрод, который нам тоже пригодится. Когда вы разбираете батарейки, то лучше пользоваться перчатками. Не как я, потому что у вас все руки будут неестественно черного цвета. Но мне уже, как говорится, поздно. Так, защитную пластмассовую штучку мы сняли. Теперь аккуратненько вынимаем электрод. Графитовый электрод можно использовать при электролизе. Так что мы его сохраним. Этим делом мы периодически увлекаемся. Что у нас здесь? Внутри у нас защитная бумажка, назовем ее так. Нам нужно постараться снять цинковый стакан. У старых батареек он частично разрушается. Поэтому снять его нет проблем вообще никаких. Потому что он попросту иногда разваливается. Черное вещество внутри стаканчика это у нас оксид марганца 2. То есть марганец от 2. Его тоже можно собрать. Тем самым можно выйти на соединение марганца. В итоге из одной батарейки мы получили примерно 3,5 грамма цинка. И примерно 6 грамм оксида марганца. Но единственное здесь смесь с углем. Нам в будущем придется их как-то разделить. Если мы будем экспериментировать с этим веществом. Также у нас есть угольный электрод. Который можно применить в электролизе. Ну и немножко соответственно железо. Примерно 3,5 грамма. Настало время второй батарейки. Она в отличие от первой уже использованная. И она по строению немножко отличается от первой потому что она алкалиновая. Ну что ж, давайте приступим к ее вскрытию. Здесь все то же самое. Сначала снимаем здесь наверное защитная пленочка будет. вот здесь у нас корпус железная все еще как и в первом случае и нам надо как-то его разобрать. Верхняя часть то есть минусовой электрод судя по всему отойдет у нас довольно легко. Будьте осторожны когда разбираете новые батарейки потому что можно замкнуть контакты и даже в данном случае хотя батарейка уже разряжена почти до полувольта но периодически проскакивает такая маленькая искра. поэтому будьте аккуратны. И кстати батарейка немножко греется на ощупь. Вот у нас появился электролит. Его попадание на руки крайне нежелательно поэтому сейчас повторяю пользуйтесь перчатками. Если честно я начинаю сомневаться что батарейка у меня была старая и полностью разряженная потому что при разборке она начинает очень сильно греться. Она у меня сейчас охлаждается в стаканчике с водой потом я разборку продолжу но лучше данный эксперимент в домашних условиях не повторять. В случае если первая батарейка у нас была полностью сухая то во втором выделяется много жидкости попадание которой на руки крайне нежелательно. вот достали мы один из точнее один единственный электрод возможно он цинковый точно сказать не могу потому что в разных источниках пишут по-разному но в любом случае он металлический и где мой магнитик он не магнитится так что это нам пригодится. Далее что у нас здесь осталось внутри у нас слой цинкового порошка с электролитом снаружи опять же по разным источникам возможно у нас тот же оксид марганца хотя в некоторых источниках почему-то пишут что там может быть оксид титана оксид магния но они белые здесь же у нас явно черная хотя черный цвет может давать уголь но это нам предстоит проверить чуть позже поскольку реактивов у меня в данный момент необходимых нет так что придется немножко подождать сейчас попробуем даже не знаю как все это выскребсти но попробую сделать это за кадром как ни странно удалось мне изъять центральную часть здесь у нас металлический корпус и в теории оксид марганца его можно сюда успешно выковырить еще раз повторюсь пользуйтесь перчатками не смотрите на меня так давайте попробуем скрыть центральную часть здесь у нас такой слой изоляции и здесь у нас в теории цинковый порошок который можно использовать его я сохраню вот как-то так сейчас все это аккуратненько соберем и взвесим что у нас в итоге получилось в итоге мы получили со второй батарейки примерно 5 грамм порошка цинка с электролитом также примерно 10,5 грамм черного порошка предположительно оксид марганца но это мы проверим чуть позже ну и соответственно кусочек металла который нам тоже пока неизвестен возможно это цинк ну где-то 0,3 грамма в итоге с двух батареек мы получили вот такое вот количество веществ на мой взгляд лучше и безопаснее разбирать именно первый вид батареек то есть обычные солевые батарейки в которых точно найдете цинк оксид марганца графитовый электрод ну и железо это само по себе второй тип батареек более опасный там есть различные жидкости также при разборке батарейка очень сильно нагревается также если честно я вот сейчас не знаю что передо мной лежит то есть возможно это какое-то соединение цинка или просто цинк ну видимо немножко окислившийся потому что он с белыми такими также черное вещество возможно оксид марганца но в источниках различных пишут разное и непонятный металл возможно конечно цинк это мы еще конечно в итоге проверим но пока на этом пожалуй сегодня и закончим так что если вам вдруг какие-то вещества из этих необходимы например как мне цинк сейчас нужен для моих экспериментов то разбирайте использованные батарейки лучше конечно новые в использованных потому что все это особенно цинк в первых батарейках очень сильно рассыпается то есть вам придется уже соскрябывать его различные соединения что не очень хорошо но в целом из небольшого количества цинка можно получить довольно большое количество веществ как например из чуть меньше чем 2 грамм алюминия мы получили примерно 20 грамм альмак алюкласса что довольно выгодно ну а на этом я с вами попрощаюсь всем пока у